Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатим с вами из ангара на несколько каток СУ-100. Ну а перед тем, как мы с вами начнем, хочу попросить всех, кто не подписан на канал, оформите, пожалуйста, подписку. Вам это будет не стоить ни гроша, ну а мне это будет помогать продвигать мой канал и, соответственно, взращивать мое детище. Я буду вам очень сильно благодарен за оформление подписки на меня. Итак, ребятки, СУ-100 это ПТ-шечка, которая является последней обязательной, вне зависимости от того, какую ветоку для прокачивания вы себе выберете в дереве советских танков, либо 268-й, либо 263-й объект. Сотку выкатать все-таки надо будет, ну и, соответственно, когда вы начнете ее катать, вне зависимости от того, в какую сторону, а уж тем более, если вам необходимы две ветки, то, соответственно, на ней вам придется выбить что одну семерку, что вторую семерку. А вот насколько это будет сложно, мы сейчас с вами посмотрим в бою и заценим саму машинку, насколько она является играбельной и тяжелой для выкачивания следующих уровней. Как обычно, мы посмотрим кратко технические характеристики на машинку и здесь, как обычно, будем смотреть исключительно на пушку. Все остальные вопросы по динамике и всему остальному разбросу, точности, это мы все рассмотрим непосредственно в бою. Итак, ребятки, на данной машинке есть две пушечки топовых, назовем их так, есть одна пушечка проходная, которая ведет вас по ветке к 268-му объекту, ну и, соответственно, стартовая. Стартовую рассматривать не будем, будем смотреть, вот как вы будете дальше выкачивать ветки. Итак, есть две пушки по варианту. Я играю на вот этой пушечке, она мне нравится чутка больше, но справедливости ради мы сделаем один бой на первой пушке и один бой на второй пушке. Посмотрим, какая, как играется. Разница между пушками следующая. В данной пушке 1940 единиц урона в минуту и 12,4 секунды разброса, простите, время перезарядки, оговорился. Что касается пробития, подкалиберные у нас 180 единиц, что, в принципе, достаточно и нормально. Хотелось бы, конечно, чутка больше против тяжей, но, извините, как есть, так есть. Зато мы имеем с вами разовый урон, ну, в виде 400 единиц альфы. Что касается углов наводки, вниз 6, вверх 20. Вниз, конечно, маловато, но в целом плюс-минус я как-то особого дискомфорта на ней как бы не ощущал. Что же касается других танков, то когда там стоит шестерка, иногда бывают такие крайне смутные ощущения и очень сильно не хватает. Но, как правило, это на каких-нибудь тяжах, либо на СТ-шках, там, где надо башни еще при этом крутить. Ну, короче говоря, на данной ПТ-хе, в принципе, вот эти 6, они не ощущаются. То есть ты не вспоминаешь о них абсолютно, просто играешь. Вторая пушечка, она имеет немножко другие показатели. Она имеет те же самые углы наводки, но она имеет при этом меньший разброс. Она имеет при этом чуть меньший урон в минуту, большую скорость перезарядки, соответственно... Ну, меньшую скорость перезарядки, я имею в виду, быстрее перезаряжается, причем существенно, практически в 2 раза. При этом имеет меньший уровень бронепробития и, соответственно, в 2 раза меньше альфы. Мне нравится больше вот эта пушка. Не знаю почему, хоть я и люблю более скорострельное орудие, пускай даже с меньшим уроном, но в данном случае вот это орудие, оно какое-то для меня все-таки более комфортное. Единственное, что на нем туговато играть на расстоянии, но это мы сейчас заценим в бою. Итак, влетаем в рандом, смотрим, что эта ПТ-шка может показать в современном рандоме и насколько вам будет тяжело играть на ней и выкачивать, соответственно, следующий уровень в виде семерок. Так, напоминаю, мы находимся в бою с пушкой, у которой высокий разовый урон, как для 6 уровня, но долговатой перезарядкой. Что касается динамики, первое, что мы заценим, обратите внимание, что данная ПТ-шка, она вращается, ну, крайне бодренько на месте, а значит, СТ, ЛТ крутить вас будут с очень большим трудом. У меня довольно часто на этой ПТ-шечке были такие игровые моменты, в которых СТ-шки пытались меня закрутить, но у них это не выходило. И за счет высокой разовой альфы я их просто добирал. Как правило, к вам добирается на линию ПТ-шка, которая так или иначе уже подраненная. И, в принципе, 400 альфы очень часто хватает для того, чтобы забрать в ангар. В конце концов, очень часто бывает такое, что противник в попытке закрутить вас не пробивает, а это увеличивает срок жизни вас в бою. Вот сейчас шотнул, надо было этого не делать, но в то же время покажу вам следующий момент по машинке. Машинка имеет очень хорошую подвижность назад в движении. И, соответственно, на ней очень комфортно откатываться с горки, с холма, прятаться за какие-нибудь укрытия и подобные вещи для того, чтобы перезарядиться. То есть вот эта вот долгая перезарядка, она компенсируется тем, что у вас есть возможность, не теряя вашего ХП, спрятаться, не отхватывая от противников, перезарядиться и вернуться обратно. То есть динамики машинки для этого больше, чем достаточно. Что касается точности данного конкретного орудия, но данное орудие не отличается какой-то там прям веселой точностью. Хотелось бы, чтобы точность была получше. И, откровенно говоря, очень сильно не хватает точности на больших расстояниях. То есть вот отыгрывая на больших расстояниях, ну, мне, честно говоря, сведение круг кажется, ну, очень сильно большим. Соответственно, если бы был капельку получше, то было бы чутка поприятней. Разменялся я по ХП, возможно, зазря, но сейчас посмотрим. Итак, динамика. Мы можем врываться куда-нибудь, мы можем обходить здание, мы можем заходить в тыл. Орудия обсудили, углы наводки вниз. Конечно, хотелось бы получше, чтобы были. Но, честно говоря, в принципе, при 400 альфы и того достаточно. Красиво сейчас крушитель вынес, осталось двое противников. Ну, в общем, катается ПТшка вот так вот. Я бы, ну, остро не рекомендовал на этой ПТшке врываться куда-нибудь на первую линию, на первый фланг. Дело в том, что данная ПТшка, она не является абсолютно бронированной. Как вы видите, вот нам сейчас в морду прилетело по прямой. Наш нижний бронелист даже не пытались выцеливать. Просто сандальнули, куда попали. Единственное, что нормально здесь принимают урон, это маска орудия. Но она сравнительно маленькая по сравнению с ПТшками, которые стоят уровнями повыше. Круш, давай. Сдавай назад. Так, ребят, простите, отвлекся. Было интересно посмотреть на то, что получится с этого всего. Вот мы сейчас занесли на 500. Мы отхватываем, это то, что я говорил, что, в принципе, летит в нее довольно неплохо, но и, соответственно, ее неплохо уничтожают. То есть, как только мы с вами выдрались на первый фланг и пошли в столкновение непосредственно с врагами лоб в лоб, соответственно, данную ПТшку просто сожрали. Причем ее сожрали первой. Не выцеливали Крушителя, кого-либо другого. Били именно по ней, не потому что Крушитель, там, менее важная цель. С его-то уроном, наверное, в первую очередь выносили бы его, если бы мы были одинаковые с ним по бронированию. Мы по результатам боя нанесли 1100 урона, сделали 2 единицы фрагов. Мы получили 1000 единиц опыта чистыми, без учета вот этого Х2, но и, соответственно, какую-то там серебруху в минус не вышли и заняли третье место по урону. Сушка может и лучше, если вы неудачно заехали, безусловно, вы будете и похуже. Но, в целом, третье, второе место в команде вам, как правило, всегда обеспечено, если вы грамотно, толково занимаете позиции и не лезете на рожон. Итак, как я обещал, давайте мы сейчас с вами сменим орудие. Соответственно, добавим себе немножечко, ну, как-то там вообще вот просто от нечего делать, от балды патронов. И, соответственно, с вот этими, простите, снарядов, и с этими снарядами, ну, как видите, калибр пушечки сразу меняется. Ну, давайте попробуем ее в бою, а там вы уже хотя бы будете знать, на какой пушке, возможно, вам будет комфортнее выкатывать данный танчик. Итак, выкатываясь на данном танчике, нам необходимо, как обычно, для всех ПТ занимать какие-то удобные позиции. Об этом я уже говорил. Вот эта пушечка, она существенно точнее, и она существенно комфортнее для игры на дальних расстояниях. Но учтите, что данная пушка, она, мало того, что ПТ-шка сама не выдерживает лобовых столкновений с врагами, так еще и хотелось бы отметить, что ввиду малой уронности данного орудия, выезжать, мало того, что на том орудии, ну, категорически не рекомендую, а на этом так тем более, потому что раздавать по 200 средних, столкнувшись там лоб в лоб с противниками, ну, тогда, получается, вас еще быстрее разбирать будут, а вы даже сдачи нормально дать не сможете. Ну, вот, 223, и как-то вот совсем, честно говоря, грустно, при этом нам на 200 практически прилетело сейчас от рейнджера. Ну, в общем, на данном орудии как-то вот, ну, не очень, зато точность получше. Короче говоря, вот это вот орудие у меня не вызывает абсолютно никакого восхищения, в данном бою я слился просто позорно, ну, как бы, я думаю, что основной посыл вы поняли еще по первому моему видео, ну, а данная ситуация показывает вам, что если вы где-то все-таки будете попадаться на этой ПТ-шке кому-то лоб в лоб, ну, и тем более, если вас будут окружать, то прилетать вам будет куда угодно. В прошлом бою нам пробили в лицо, прям посрединочке, и ничего там никого не остановило. Здесь получили два раза в бочину, здесь получили в задницу, и, соответственно, на этом привет. Но, как мне кажется, он даже сверху еще залетел, он там совсем брони нет, это понятно. Ну, в общем, как мне кажется, суть вы поняли. ПТ-шечка, она не терпит того, чтобы вы выпрыгивали на ней прям лоб в лоб с кем-то и, соответственно, бодались. Эта ПТ-шка работает на дальнем расстоянии, и я бы все-таки вам рекомендовал подумать над тем, чтобы катать эту ПТ-шку непосредственно на вот этом орудии с большим уроном, так, соответственно, вы сможете больше наносить за бой, ну и, соответственно, быстрее выкачивать свои заветные семерки. Мое мнение таково. Какое мнение ваше, если вы уже катали эту машинку, пишите в комментариях. Если будут вопросы, обязательно отвечу. Ну, а суммируя, скажу еще раз. Данная машинка не вызовет у вас абсолютно никаких проблем с тем, чтобы выкачать любую из семерок, которая вам приглянулась, или две семерки одновременно. Вот и все. Ребят, катайте в танки, получайте удовольствие, возвращайтесь на канал, оформите, пожалуйста, подписочку, если вы еще этого не сделали, я вам буду очень благодарен. Всех благ, всего хорошего и мира вам.